Уважаемые зрители, я приветствую вас на своем канале. Мы с вами едем по прекраснейшему городу Дубаю. Все слышали Дубай, 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 у всех на слуху. Дубай не столица Арабских Эмиратов. Это просто крупный финансовый центр этого государства. Правит здесь династия монархическая. И каждый Эмират это как бы регион, в котором определенные есть Эмир. И вот в Дубае тоже есть Эмир, Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактуб. Вот такой вид Дубай имел не всегда. Он имел, вот если посмотреть гравюры, рисунки, фотографии. Дальше фотографии 20 века до 1970 года. Это был, собственно, просто двухэтажный город, небольшой. И здесь ловили в основном рыбу. Вот вообще, дорогие друзья, вот эти все курорты, Аланьи, Анталия, Египте, вот эти города все, куда мы ездим, которые сейчас шикарно выглядят, и до 90-х годов это были просто рыбацкие поселки. А сейчас это прекрасные города. Тогда как, вот, например, в наших государствах, к сожалению, наблюдается некий упадок. Ну, я возьму свой город. Что-то строится новое, что-то угасает. Хотя мы были высокоразвитыми государствами, Советский Союз. А сейчас мы смотрим на достижения других стран. Итак, здесь открыта после 1970 года в Дубае финансовая зона, свободная финансовая зона. Ну, как называют иногда, офшорные зоны. И здесь территория беспошлиной морской торговли. И, естественно, сюда потекли финансисты, деньги, и большие, огромные деньги, и доходы от этих денег. Сначала рассказывал экскурсовод, что скрывались, и потом хранились в мешках даже. Но однажды у одного из руководителей в подвалах мыши сожрали много мешков денег. И тогда решили, что нужно делиться с народом. И началось вот такое строительство. И тем более под британским протекторатом почти 20 лет был Дубай. И они тоже настаивали, чтобы развивался город, чтобы он не был в первобытном состоянии. И деньги начали вкладываться и под давлением, и по желанию самих эмиров. Потому что среди них тоже прогрессивные были родственники. И вот мы теперь видим результат всеобщих усилий. И народ, конечно же, поддержал эти все явления. Но хочу сказать о коренном народе. Коренной народ в Эмиратах – это арабы. Но, например, в Дубае проживает только одна треть арабов. А другие все приехали работать в Дубае из разных стран. Здесь, кстати, есть много наших казахстанцев, россиян, айтишников. А казахстанцы вообще всюду можно их встретить. Очень много, очень много из Индии работников, граждан, собственно, не граждан, а и очень много из Пакистана. Вот Пакистан, Индия, очень много. Из Турции даже есть люди работают здесь. В общем, интернациональный город. И вот район Дейра, он буквально вот там живут именно приезжие в основном. А это финансовый центр. Здесь люди, ну, я не думаю, что они живут здесь. По крайней мере, нам сказали, что коренные жители живут. Нет, не здесь, а в прекрасных двухэтажных домах. Потому что бедуины предпочитают, ну, по своим обычаям, не подниматься над землей слишком высоко. Вот вы видите метро, станция метро такая красивая. В общем, очень красивый город, прекрасные дороги. Обратите внимание, вот мы едем, какие дороги прекрасные. Дороги такие всюду, по всем Эмиратам. Я вот, мы на экскурсии проезжали везде, в пустынях, даже изумительного качества. Небоскрёбы шикарные. Некоторые небоскрёбы самые высокие в мире. И вообще, вот вы же видите, это фантастический пейзаж. Прекрасный пейзаж. Красивый. Здесь много достопримечательностей. Вот в современной части города, по которой мы едем. Здесь есть, ну, это будет отдельное видео. Есть такой насыпной остров Пальма, Фуджейра. И там виллы построены. И сады, виллы, и пляжи. Шикарный район. Есть такой район. Тоже руководитель, ну, решил, побывал в Венеции. И ему захотелось, чтобы были каналы. И было нечто, не просто залив, а вот похожие на каналы венецианские. И здесь есть Дубай-Марина. И в Дубай-Марине тоже есть достопримечательности, о которых знают все. Это фонтан и Бурж-Халиф. Аль-Бурж-Халиф – самый высокий небоскрёб. И здесь, в общем, огромнейшие магазины, моллы. Огромные, прекрасные. И вот сейчас вы видите вот эти здания, которые похожи на загородные. Это, знаете, это представительство различных организаций иностранных. Например, вот есть такие. В общем, в этом городе можно увидеть разные машины. И купить, и увидеть и Мазерати, и Ламборджини. И, в общем, каких только нет. И наши вот ребята всегда фотографировались рядом с такими машинами. А вообще наши казахстанцы приезжают сюда купить автомобили. Вот крутые. И их здесь, да, может быть, и не особо крутые. Они здесь в два раза дешевле стоят. В два-три раза. Вот. И покупают, потом договариваются и поступают уже в страну. Оплачивают и в страну доставка бывает готового автомобиля. В общем, город деловой, дорогие друзья. Надеюсь, путешествие вам понравилось.